Первыми столетиями появилось очень много елисей, то есть сразу учений. И нужен был необходим краткий, сжатый понятие веры, во что, в кого, в каплю веры. И вот был пример апостольской силы веры. И мы каждый раз его зачитали. Пред Богом, в его присутствии, пред каждым здесь, то есть пред людьми и перед самим с собой. То есть мы произносим слух пред Богом во что ни в кого верить. Так что, когда вы сейчас встанете, пойдем правую руку, отдавайте себе отчет, пожалуйста, в каждом слове, понимайте, что вы произносите. Верую в Тебя, могущий Бог Отец, Творец неба и земли. Верую в Сына Единородного Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, зачатого Святым Духом и рожденного Девой Марией, Воскрадавшего при Понтии и Пилате, распятого на Христе, умершего и погребенного, воскресшего на третий день, Вознесшегося на небеса, где Он пребывает по правую руку всемогущего Бога и откуда придет совершить суд над живыми и мертвыми. Верую в Святого Духа, верую в Единую Святую Христианскую Церковь, в общение верующих, в прощение грехов, в воскресение тела и вечную жизнь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Основной текст на сегодня, на котором мы будем идти и размышлять, это 1 Коринфянам 11 глава. Эта глава вся посвящена вечерию Господню. Слушайте, как ее проводить, и все ее не забыть. Но мы не будем брать, ведь здесь текст, возьмем часть и прочитаем. Ибо я, это апостол Павел, дышит Духом Святым, ибо я от самого Господа принял то, что Ивану передал. Что Господь Иисус всю ночь, в которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал. Примите, едите, сие стела мое за вас на нем, сие творите в мое воспоминание. Эти слова, этот отрывок однозначно говорит нам о том, что мы обязаны, мы должны, нам необходимо участвовать в учебе. А слова 26 стиха, я опять-таки разбил. Всякий раз, когда, всякий раз, когда вы едите, всякий раз, они говорят о том, что это не разовое, неоднократное, не случайное действие. А постоянно повторяющееся, перманентное, и указано, до какого времени оно будет завершаться. Доколе Он придет. Этим действием мы возвещаем смерть Господню за наши грехи. Смерть Господню возвещаете, доколе вы будете это делать, доколе Он не придет. То есть до второго путешествия Иисуса Христа. Аминь. Мы обязаны постоянно помнить и напоминать себе и другим, что совершил Господь Иисус Христос на Богомском кресте. Вот это, для этого и дана нам это запах. Вот говорят, да, там, мирводом, эти баптисты, эти сектанты, жертвоприношением занимаются, кровь пьют, там, все, что-то, по-моему. То есть они слышат, они понимают, что здесь. Мы говорим о храниме, мы говорим о жертву, о теле. Да, они там жертву приносят. Это заповедь. Это заповедь, напоминающая всем, всему миру, что Иисус совершил этот подвиг, искупление на кресте. Понимаете? И мы смерть Господню возвещаем каждый раз, когда мы это делаем. Аминь. Давайте вспомним, как дана была нам эта заповедь. В ту ночь, вот написано, да, мы прочитали сейчас, в ту ночь, которую преданы. Вот позади, в тот момент, когда Господу было тяжелее всего, Он знал, что с ним произойдет сейчас. Конечно. Унижение покоя. Заслуженные. Когда душа Его скорбела, Он, как написано, смертельно. Но Иисус думал о нас. Думал о нас. О каждом нас. И, зная это, и веря в это, и понимая это, разве я могу, разве я могу им спасенный и благодарный ученик, не обращать внимания, или относиться как-то наплевательски к этой заповеди. Или относиться к ней без должного трепеста, без благоговеения. Разве я могу? Она очень важна. Она необходима для всех. Так как Бог знает, что по природе своей мы очень и очень забывчивы. Память, как и многие из наших способностей, талантов, пострадали после Грекопадии. Как вы знаете, наш мозг работает там на 6-7%. Остальное все за комборье. И, как правило, мы лучше и дольше, и качественнее, можно так сказать, помним плохое, нежели хорошее. Ну почему-то так вот получается. И чаще помним обиды, нежели что-то долгое. Это склонность, она указывает на искорченность нашей природы, нашего сердца. И поэтому мы очень легко и быстро так же можем забывать ей о Господе. Выйдя отсюда, мы включаемся в этот мир, в заботу, в суету, и все о Господе мы забыли. О самом драгоценном, о самом дорогом нашем друге. Мы можем забыли, что Он есть мир наш, что Он есть благословение наше. Что Он есть наш покой, полнота, счастье. Но мы тут же забываем. Мы ищем счастье в этом мире, в этих обстоятельствах. И вот Иисус Господь наш, зная о нашей потальной забывчивости, и не вменяя нам это в грех, по великой милости своей, оставил нам этот вот памятный знак. Эту заповедь, как я ее называю, узелок на память. И посему наше сердце должно постоянно исполняться смирением и благодарностью Господу за этот великий подарок. Аминь. Вспоминать о Христе необходимо. Еще и потому, что мы Его дети. Были, есть и будем детьми. Как написано в послании евреев. Вот я и дети, которых дал мне Бог. Я еще раз говорю. Эти слова говорят о том, что вы не сами сюда пришли. Бог дал Иисусу Христу вас. И вы Его дети. Хотя мы, судя по Писанию, мы полноправные наследники Христа, мы полноправные наследники Его Царства, мы цари-священники Богу нашему, так написано. Ну и все еще дети. Хоть там кто-то чуть постарше, кто-то чуть побладше. А детям, как вы знаете, для лучшего усвоения материала, что нужно? Необходимы наглядные пособия. Можно лучше воспринимать, запоминать, понимать. Иллюстрации. Поэтому Бог и поместил в Свою Вечную Двину две картины. Видимые. Это крещение верующие. Мы видим, правда, да? Мы собираем, мы видим, как люди ходят в воздух, молятся. И вечеринство. То есть видимые символы. Иисус дал нам эти два установления, эти два таинства еще и потому, что пока мы еще находимся, мы живем в этом теле материальном. Так же, да? И призывы, привязаны, привязаны к материальному, к видимому. Мы еще не обрели вот той чистой духовности, как бы сказать, которая нас ждет. Конечно, придет время, придет время, и мы его с нетерпением ожидаем, когда мы станем духовными, в прославленных телах, когда, как написано, когда же тленное сие облечется в нетвение, и смертное сие облечется в бессмертии. Аминь, да? Вот тогда, вот тогда, когда у нас уже не будет плотских желаний, потребностей, вожделений. Но пока мы не должны пренебрегать материальными и не думать, что то, что можно увидеть, потрогать или вкусить, слишком визненно для нашего духовного разума. есть, да, духовные, высокодуховные люди. Вот это вот причастие нужно принимать духовно. А как это духовно? Ну, духовно. И, пожалуй, это послушается. Вот. И... Это Божье. План, это Божья задумка, чтобы мы при помощи материальных, видимых, ощутимых, осязаемых образов могли быть, могли ближе соприкасаться с Господом. Понимаете, да? Путем вот этих видимых, ощутимых, понятных мы всем образов могли ближе соприкасаться с Господом. Поэтому Иисус наш, Господь, имел материальное тело. Такое, как и у нас. Он был рожден от жены. Да? Аминь. Это вот мы читали. Был рожден от Девы Малинии. С Силой Малинии. Имел настоящую кровь, настоящую плоть. Он уставал. Он печалился. Он радовался. Он искорбил. То есть, все человечество ему было нечувствием. Как мы говорим. Он был на 100% человек. И он был на 100% Бог. Бог, который пришел в этот мир, чтобы спасти нас. Умерел за наши же грехи, а христиан. Я знаю и я верю, я лично знаю и верю, что Иисус Христос это не миф. Это не сказка. Это не вымышленный персонаж. В нашей Большой Северской энциклопедии об этом написано было. Это реальный человек. Существовавший. С его рождения начинается летоисчисление. И как человек, он чувствовал, вы знаете, как боль. Он чувствовал, как гвозди под завистью его тела. Ему было невыносимо больно от предательства ученику. Когда все отвернулись, оставили его и убежали. А те люди, которым он оказал столько милости, столько добра. Истерял, кормил. Они насмехались над ним. Издевались над ним. Кричали ему. Спасал других, теперь себя спаси. Поэтому все претерпел. Мы, извините, на нас косо посмотрят. У нас уже пожар внутри. Ураган, торнадо. И мы вот, дорогие, мы приходим на реальную трапезу. На реальную вечерю. Кушать реальный хлеб и беда. При нем, которое мы понимаем, что реальный Господь, Иисус Христос, умер за наши реальные грехи. И кто это понимает и принимает, имеет благодарное сердце, тот реально прощен, реально очищен этой великой реальной жертвой Господа. Благодаря Богу, скажи, крестьяне. Аминь. Аминь. Вот так. Это наша вера. Это наша выручка. И еще один немаловажный момент, о котором я хотел бы сказать. Для понимания. Что это таинство. Это не обряд. Это не просто нечто такое, что мы договорились или все договорились делать. Это таинство. Мистерство. Это не я, как священник, провожу эту вечернюю. Это не мы, как церковь, которая придерживается определенных религиозных взглядов, определенного учения. И догматов. Но это мы все вместе, как христиане. То есть исповедующие Иисуса Господа, как дети Божии. Благодаря Духу Святому. Да. Благодаря Духу Святому собираемся здесь, чтобы вкусить хлеб и вино и вспомнить о Спасителе. Тем самым, Благодаре Бог хвалу и взял. Мы преломляем хлеб в память о Его ломимом, о Его истерзанном за нас теле. Мы пьем из чаши сей воспоминания о Его пролитой, за нас драгоценной Святой Крой. Но Дух Святой, зная состояние нашего сердца, зная, как мы относимся к этому, Он реализует наши действия и переживания в духовном мире. Мы не знаем, что после этого действия происходит так. Но Господь заповедовал это дело. И поэтому нам надо делать. Мы не знаем, что происходит там на небесах. И так будет происходить до тех пор, пока звуки трубы Господи и глаз Архангела, как написано, не возвестят о возвращении Господа, о Его Втором пришествии. Когда Он явится в Своей Великой Славе. За кем? За ожидающими. За ожидающими. Вот еще раз. Думай. За ожидающими Его во спасение. Я лично ожидаю. И Он явится уже не для очищения греха. Он не будет принимать покаяние. Брат, сестра, покайся, быстренько я тебя приму. Нет. Я отсущения. Он уже придет за ожидающими. Ты ждал, брат. Минности просил. Хорошо, добрый и верный раб. Эта заповедь, еще раз говорю, четко и ясно указывает нам на Христа Спасителя. И напоминает о Его жертве искупления наших грехов. Аминь. Аминь. Что такое хлеб? Ну, давайте я конкретизирую. Хлеб вообще основа жизни. Да? Да. И символизирует плоть Христа. Плоть, чтобы плоть у Господа в духовном смысле есть истинно пища для нас. Истинно пища. Вот мы можем подтвердить. Истинно пищу сказать. Я есть в нем хлеб в жизни. Да? Аминь. Аминь. Тут же, хлеб, исходящий с небес. Он хлеб, исходящий с небес. Истинно пища, идущий его, не умрет никогда. Знаете, знание о Его воплощении, это самое питательное, самое ценное, самое необходимое пища для нас. Мы верим в Иисуса, как в Бога, пришедшего воплощение. Аминь. Только что мы посчитали символ веры. И апостол Павел, Духом Средным, опять же, в послании к Тимофею пишет. Ну, давайте прочитаем символ. И без прикословного, великое благочестие тайно. Бог явился воплощении, оправдал себя духи, показал себя ангелом, проповеданным народом, принят верою в мире, вознесся на славе. Аминь. Бог явился воплощении, это тайно. И вот, преломляя хлеб, этим мы показываем, что Господь страдал за нас. Потому что хлеб, это как тело, разрываемое этими печальми, ломимое за нас. Вот это действие, это обозначает ломимое тело губы. Истерзанное тело, разрываемое тело. Хлеб, это образ страданий. Я вам этот пример уже приводил, еще раз попробую. Зерна, допустим, злаковые, допустим, пшеницы, бросают в зелень, и воронят засыпают землю. То есть, как бы хоробят их, да, вот они в земле. Умирая, они дают всходы жизни. Так же, да? Умирая, дают всходы. Затем они страдают от заморозков, от сильных ветров, от ливней, дождей, от летнего зноя. Потом их срезают, попадают в молотилку. Потом их там жирновато мелят, вот так вот в луку перемеливают. Потом их замешивают и в вогненную печь. Раз, в огонь. И после всех этих злоключений, получается, выходит хлеб. Это весь набор страданий, которые только можно придумать. И они есть наглядный образ страданий плоти нашего Господа Иисуса Христа. Который есть духовная пища для нашей души. Но мы должны еще и причаститься к ней. Если хотим, чтобы она принесла нам пользу. Понимаете? Чтобы она принесла нам пользу, мы должны причаститься. Чтобы она напитала, насытила нам и дала силы. Хлеб надо не только преломить. Да, вот это образ, да? Но мы его и съесть. Поэтому Иисус сказал в 24 стихе. Примите, едите, едите. Ведь можно было и логически додуматься. Ну, раз я вам даю, значит, кушайте. Правда? Это же крем? Нет. Примите, едите. С телом моего завословимого и отворите мое воспоминание. Так что, вкушение – это опять же символ того, что мы принимаем Иисуса верой. Вкушение – это принятие Иисуса верою. Он входит в нас. Растворяется в нас. И дает нам жизнь. Аминь. Он – пища и сила нашей духовной жизни. Мы нуждаемся в нем и полностью зависим от него. А что же такое кровь? Кровь – это кровь в теле жизни. Душа, тело, крови. Аминь. Почему ягодисты не разрешают переливание крови? Ни коем разница. Помирай, но не смешивай. Образом в святой крови Иисуса стал сок виноградной лозы. То есть, непонятно, да? Который, кстати, тоже. Не получается так просто. Вот давлят. Давлят прессом. Выдавливают. Раньше давили ногами. Вот сейчас прессом. Иисус является нашим духовным питьем. Все, что нам нужно, и пища, и питье, есть в нашем Иисусе Христе, Господе нашим распятым. Аминь. А теперь поговорим о главном. Об очень интересном, о котором идут постоянные споры, дебаты. А кто же может принимать это установление, эту заповедь? Кто же может ее исполнять? А кто же к вам? Вы смотрите на себя и проектируете слова на себя. Это те люди, которые осознали, поняли, приняли эту истину, что Иисус воплотившийся Бог. Иисус, Бог, не человек, не какая-то там духовная субстанция. Это Бог, умерший на кресте за ваши грехи и воскресший для вашего оправдания. Каждого из вас, Он за твои грехи умер и воскрес, чтобы тебя оправдать. Всех, кто искренне может сказать, что Иисус Сын Бога Живой. И что Он может сказать, что Он дорого для меня. Что Он является моей радостью, моей жизнью, моей надеждой. Моим наслаждением, моим удовлетворением, моим счастьем. Для кого Он все во всем, полнота наполнивающая все во всем. Тех, кто знает лично Господа, имеет с Ним общение, молитвие. В чтении Слова, разговаривая с Ним. Вот эти и должны, и даже обязаны принимать вечерю. Вот эти люди, они должны участвовать в вечерях. Вот почему? Вот давайте мы прочтем вот такой текст. Чаша благословения. Вот она на столе, которую благословляет. Не есть ли приобщение крови Христова, хлеб, который благословляет. Не есть ли приобщение тела Христова. Один хлеб. И мы многие одно тело. Мы тело Иисуса Христа здесь на земле. Порознь, члены. Но мы тело. Ибо все причащаемся от одного хлеба. Аминь. А в 11 главе 28 стиха, это ваше послание, написано. Да испытывай лучше себя человек. И таким образом пусть съезд от хлеба сено и пьет из чаши сей. И вот теперь начинается что-то страшное. Что же это такое? Что это имеется в виду под этим словом испытывается? Что это за испытание? Кто мне ответит? И молча. А что же вы собираетесь испытывать? Вот вы пришли на вечеринку. И вот вы видите вам указание. Да испытывай за себя человек. И таким образом пусть съезд от хлеба. Не о том, как вы себя ведете. И это тоже, конечно. Но есть во втором послании Коринфянам, в 13 главе, 5 стих, я вам не знаю, что сейчас вспомню. Там написано, испытывайте себя, исследуйте себя. Верили вы? Или уже вы не знаете, что Иисус Христос в вас? Или вы только не то, чем должны быть? Вы можете быть не тем, чем должны быть. Так вот, веря. Конечно, испытание, под испытание имеется в виду вера. А что это за вера? Верите ли, что Господь Иисус Бог? И является ли Иисус именно вашим спасителем? Вашим, твоим спасителем. Он является? Вот ваша решение. Проверьте, хотите ли вы быть Его учеником, Его последователем. Следуете ли вы за Ним на Его условиях, так как Он нам описывает это в Писании? Отрекаетесь ли вы от себя, хоть периодически? Берете ли вы крест, о котором Он... Или он у вас свой, так сказать, нарисованный? Из прес-попье, да? Облегченный. Облегченный. Может быть, такой. Если Иисус все-таки для вас Бог и Спаситель, и вы не попутчик, как мы говорили в прошлый раз, знаете, случайный попутчик, многие теснили Его, а Дитя Божие, то это трапеза для вас. Это запомнил для вас. Пользу от участия в вечере могут получить только истинно верующие в Иисуса Христа. Братья и сестры. Истинно верующие. Бог Отец, конечно, наш, Он Всеблагой, Всевсильный, Всемогущий. Он может благословить участие в этом Таинстве и необращенных. Не принявших святое водное крещение, вновь пришедших и первый раз услышавших о вот эту весть благую, весть о спасении. Он может благословить их. Но я хочу сказать еще раз, цель в вечере Господней напоминать о Христе. Напоминать о Христе. Ну а вспоминать можно только то, что ты когда-то знал, видел или слышал. Аминь. В сенье творите, в мое воспоминание. Но если я тебя никогда не знал, Иисус. При воспоминании о Господе лучше, конечно, задействовать, вы знаете, невоображение. То есть, ну там, не придумывайте себе ничего лишнего, а память. Память. Вы уже достаточно знаете о Господе. Уже много знаете о Его любви, о Его жизни, о Его жертве, о Его смерти, за вас же, о Его воскресении. Да? Знаете? Вспомните об этом еще раз. Вспомните об этом еще раз. «Наша вера и наша надежда на Христе росла. Она основана на Христе. Ибо Он не воскрес бы, если бы прежде не умер. Так? Да. Что толку было бы, как мы говорим, Он сидит и ходатайствует за нас перед Отцом Небесным. Что толку было бы от этого ходатайства, если бы не была принесена жертва, если бы не была пролита эта святая кровь Божьего Сына? Не так? Да? Ведь сам Бог написал, что без пролития крови не было. Была пролита кровь безгрешная, невинная, святая кровь. Можно и нужно ожидать возлюбления второго пришествия. Нужно ожидать, чаять его во спасение. Когда он явится великой славы и могуществе. Но все-таки основа нашей веры, нашей надежды во Христе распятого. Пострадавшим за нас, грешники, ради нас и вместо нас, мы там поздно были висели. Как провозгласил Павел, а мы проповедуем Христа. для Иудеев соблазнен, для Эллина безумие. Для мира это безумие. Это глупость, это бред. Как я дам своему дитя за каких-то там бандитов. Насильников. Бог нас. Доказываем нам свою любовь. Вспомните так же, мы говорим о воспоминаниях, что когда он умер, умерли и вы. Ибо написано, так и вы почитаете себя мертвыми, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь. Аминь. Вспомните. Вспомните так о Нем. Вот именно так о Нем. И сердце ваше наполнится Его любовь. Каким образом? А вот посмотрите, каким. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, думающих так. Если один умер за всех, то все умерли. Аминь. Аминь. Вспомните Иисуса, пока не почувствуете, что Он с вами, пока Его мир и покой не обладеют вашей душой. Вспомните Его милость. И до тех пор, пока не начнете забывать о себе, о своих изгодах, заботах, проблемах, вспоминайте Его, до тех пор, пока это не растворится все, уйдет. Вспоминайте Его, пристально всматриваясь, вглядываясь в Него, как начальника и совершителя нашей веры. И тогда, как написано, взирая на славу Господа, вы будете преображаться, взирая на Господа, взирая на Его славу, будете преображаться в тот же образ, от славы в славу. И это не от вас зависит. Ваше дело взирать. Ваше дело вспоминать. А Бог сделает это в вас. Взирая, тот же Бог сказал, как это происходит в духах. Вкушайте хлеб и вино, участвуйте в вечере Господней с радостью, с трепетом, с благоговением, с благодарностью. Доверьтесь Иисусу. Придите к Нему. Ибо Он сказал, это Его слова. И Он не обманет никого. Он сказал, никого не прогоню прочь. Аминь. Никого не изгоню вон Он сказал. И обещает тем, кто к Нему придет, успокоение и утешение. Что они найдут в Нем покой своим измученным душам. Ведь сколько, даже называющих себя христиан, измученные души. На них страшно смотреть, на этих людей. Он говорит, придите ко Нему, все друждающие, и я успокою вас. Ну не приходят. Не верят. Не приходят. Положитесь на Нему. Ну доверьтесь, наконец же, любви Господи. Положитесь, доверьтесь Ему. Уповайте на Него. Ибо опять же Он сказал, уповающий на Меня никогда не будет постыжен. Аминь. Никогда не постыдите. И Он, понимаешь, это уже концовка, Он зовет всех. Всех, и здесь сидящих, и ходящих вот там вот, и стоящих на рынке сейчас, Он зовет всех. Ибо с вами, ой, прошу прощения, это еще, это к тому же, ибо с вами, а вот теперь вот, ко Мне обратитесь. Когда Он обращается, и будете спасены. Все концы земли. Ибо Я Бог и нет. Аминь. Да благословит Господь каждого из вас. Да призрит нас светлым лицом своим. Да помилует вас. И даст вам мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь.